Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева Черкесия. Во Дворце культуры Черкеска состоялось торжественное открытие месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. В этом году он проходит под девизом «Есть такая профессия – родину защищать». Ахмат Халкечев продолжит. Торжественные мероприятия особо украсили музыкально-хареографические номера школьников и красочные выступления юно-армейцев. По традиции месячник патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы объединит учащихся всех школ республиканской столицы. Детей ждет насыщенный мероприятием и тематическими конкурсами и состязаниями месяц. Это будут уроки мужества, городской конкурс патриотической песни, соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта, сдача норм комплекса ГТО, военно-спортивные игры «Зорница» и «Молодой защитник Отечества». Во все времена защита Родины была и остается священным и почетным делом. Сохранение и примножение славных военных традиций – один из главных приоритетов руководства города. Патриотическому воспитанию подрастающего поколения и впредь будем уделять пристальное внимание. Алексей Баскаев еще отметил, что в республиканской столице из года в год сохраняются тенденции роста участия подрастающей молодежи в оборонно-массово-спортивных и патриотическо-просветительских мероприятиях, а также в исторических акциях. Целью мероприятий месячника является популяризация военных профессий, повышение уровня патриотического воспитания в молодежной среде. В рамках торжества состоялось и официальное вступление новобранцев в ряду военно-патриотического движения «Юнармия». Это профессия объединяет в себе всех военных. Патриотизм у нас проявился, и мы хотели вступить в ряды юнармии из-за того, что это патриотическое, так скажем, наставление на будущую жизнь. На данный момент юнармия, мне кажется, это только начало. Вот нас будут учить, не знаю, тренировать, какие-нибудь военные подготовки и будут как-нибудь проявлять наш патриотизм, чтобы ты мог защищать и любить свой народ. Важно помнить, что патриотизм – это не просто слово, а активное участие в жизни общества и в помощи тем, кому оно действительно необходимо. Истинная любовь к родине заключается в стремлении беречь духовно-культурное наследие и природное достояние своего отечества, отметил министр по делам молодежи Карачаевой Черкесии Ибрагим Татаркулов. Воспитать человека, любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите своей родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если мы будем выполнять ее с любовью и добротой. Ахмат Халкищев, Расул Бердеев, Вести Крачаева, Черкесия. Сотрудники отдела МВД по Черкесску провели ознакомительную экскурсию для студентов. Мероприятие проходило в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Али Баташев далее. Эффективная и прицельная дальность дальнего пистолета Макарова – это 50 метров. Понятно вам? То есть на расстоянии 50 метров вы можете поражать противника прицельно. Сотрудник правопорядка Рустам Салпагаров рассказал о наиболее распространенных видах оружия и спецсредствах, находящихся на вооружении полиции, и правилах обращения с ними. Студенты убедились, что занятия по огневой подготовке проходят в стрелковом тире, оборудованном по последним техническим требованиям. Этот тир имеет две функции. Это стрелковый тир и одновременно это бункер. Если вы когда-то хотели видеть, большие простые стены и большие двери железные. Во время какой-нибудь чрезвычайной ситуации здесь можно укрыться. И здесь есть специальная вентиляционная система, которая воздух обрабатывает веществом. Если радиоактивный воздух какой-то, он проводится через сетки, через фильтра, и уже в помещение тира попадает чистый, очищенный воздух. Арсен Качкаров примерил каску и бронежилет, а Амин Татаркулов занял место водителя в салоне специализированной автомашине сотрудника ДПС. Машина не впервые, а так или на форсистской аппаратах. Ну как у вас ощущения? Ну, хочется включить мигалки, поездить. Мигалка была включена, а госавтоинспектор рассказал об особенностях устройства автомобиля. На машине установлены видеорегистраторы, которые при включении дожигания начинают работать. То есть они предназначены для доказательной базы. Студенты Института цифровых технологий и юридического института СКГА Черкеска ознакомились с работой криминалистической службы дежурной части. Также посетили контрольно-пропускной пункт учреждения и пообщались с работниками спецприемника. Ребятам показали камеры для задержанных и медицинских кабинет. В ходе открытого диалога студенты больше узнали о специфике работы стражей правопорядка, условиях приема на службу и вступления в добровольные народные дружины. Али Баташев, Расул Бергиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По итогам 2022 года три курорта под названием «Кавказ РФ» в общей сложности посетили более 1 миллиона 300 тысяч человек. Средний прирост по сравнению с предыдущим годом составил 17%. Подводя итоги, можно сказать, что за новогодние каникулы курорты Карачаева-Черкесии приняли 172 тысячи туристов. С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно поселок Донбай посетило 86 199 туристов. Всесезонный туристский рекреационный комплекс «Архыз» 86 248 человек. Отели на территории курорта в период новогодних каникул были загружены на 100%. Для гостей были подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности. Широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов и экстремалов. В Москве прошел Всероссийский форум, на котором обсуждались насущие проблемы и была составлена резолюция о внедрении всех инициатив и программ по устойчивому развитию России и ее регионов. Участницей форума данного стала и представительница Карачева-Черкесии, студентка факультета лингвистики Эльвира Айдаболова. Это стало возможным благодаря тому, что юная активистка является экспертом в сфере науки и образования при молодежном парламенте в Государственной Доме России. О том, какие вопросы обсуждались на этом мероприятии, Эльвира рассказала нашему корреспонденту Бали Джозаевой. Здравствуй, Эльвира. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. И вот нашим зрителям я хочу сказать, что мы с тобой познакомились абсолютно случайно. Я увидела, как ты фотографируешь и заинтересовалась тобой. Я сразу поняла, что ты творческая личность. А информационный повод для нашей встречи, он замечательный. Буквально на днях ты приехала из Москвы, где представляла Карачаево-Черкесию на Всероссийском большом форуме. Где вы обсуждали будущее России, какими должны быть лидеры России. Более тысячи участников было. Мне, конечно, хочется узнать, как ты попала на этот форум. Кто тебя пригласил, какие темы вы обсуждали, кто был спикером, ну и так далее. Здравствуйте. На протяжении уже двух лет я являюсь членом экспертного совета при молодежном парламенте Государственной Думы Российской Федерации. И мы от лица республики отправлялись туда в качестве экспертов. То есть там нас обучали, рассказывали про бизнес, про политику, про ситуацию вообще, что происходит в нашей жизни, в нашей стране с молодежью и так далее. И обучали нас, как вести бизнес, социальные сети. Представители были из многих учебных заведений, из многих больших отраслей. То есть это ректоры, это директоры, это большие люди. На данный момент ты не просто студентка, ты общественный деятель. Причем активный общественный деятель. То есть спортсменка, активистка, комсомолка, как говорят. Я знаю, что ты проводишь как межвузовские мероприятия, так и республиканские. Мне бы хотелось узнать, как ты общественной деятельностью увлеклась? Вот деятельность, откуда это взяла свое начало? Все это началось с университета. В школе я занималась этим недолго. А потом, когда я поступила в университет, ко мне подошел председатель. Председатель подошел. И спросил, а она правда шустренькая девочка? Ну, по ней не скажешь. И я сказала, да. И начались мероприятия, такие как Новый год, 8 марта и так далее. Я начала становиться ведущей. Я начала организовывать эти мероприятия, ходить за покупками. А потом уже наше министерство молодежной политики заметили меня. Спасибо им большое. И уже начали включать меня в различного рода мероприятия. Такие, как даже 9 мая у нас на республиканском уровне концерт проходил. Мы были там волонтерами. Как ты уже сказала, ты являешься экспертом в сфере науки и образования при Молодежном парламенте Государственной Думы Российской Федерации. Мне бы хотелось, чтобы ты об этой работе рассказала. И каким образом ты попала в этот экспертный состав? Почти два года назад проходил отбор. И нужно было заявить о себе, показать, что я могу сделать для Молодежного парламента, что я могу сделать в первую очередь для своей республики, для молодежи в сфере науки и образования. И нужно было пару законов показать им, что я могу предложить. Какая у нас есть проблема и какое я могу предложить решение. То есть я была крайне удивлена, когда в 12 часов ночи пришло письмо, что вот, ваш законопроект нам понравился, думаю, мы его рассмотрим. И поэтому приходите уже к нам на собрание следующее. Это было просто невероятно. Я бы хотела сегодня поговорить еще об одном твоем серьезном увлечении. Это фотография. Скажи, пожалуйста, какой жанр фотографий тебе близок, что ты любишь снимать и как это увлечение тоже появилось в твоей жизни? Этой деятельностью я увлеклась с появлением нового смартфона у меня. Начала замечать, что фотографии получаются аккуратными, красивыми. А позже уже меня начали отдельно просить, а сделай мне фотографию такую, как ты умеешь делать и так далее. А потом уже совсем недавно я переключилась на профессиональный фотоаппарат. Я люблю людей, я люблю общаться с людьми, я люблю фотографировать людей, я люблю запоминать их. А ничто, как объектив, так тетка их не запомнит. Поэтому больше всего мне нравятся портреты. Как представитель молодого поколения, скажи, пожалуйста, фотографии сейчас это мутно? Я считаю, да. Но сейчас больше людям нравится что-то живое. Это как движение, это как видео. Но фотографии, они хранят в себе очень много памяти, поэтому они всегда будут актуальными. На твой взгляд, главная составляющая хорошей фотографии? Из чего она состоит? Фотография должна в первую очередь передавать жизнь. Это значит, что человек должен чувствовать, что в момент фотографирования не было ничего неестественного. Не должны быть никакие неестественные позы, никакая неестественная погода или эффекты. Всё должно быть живым и настоящим. Потому что когда будет передаваться эта фотография через поколение в поколение, люди должны прочувствовать это, а не просто увидеть. Сейчас ты овладеваешь профессией лингвиста, имеешь множество увлечений, но каким-то ты же видишь своё будущее. В каком направлении ты собираешься двигаться? Лингвистика меня интересует тем, что можно познавать что-то новое. Любая наука учит чему-то новому, но именно иностранные языки — это что-то неестественное, что-то внеземное, если их изучать. И я хочу именно немножечко себя в сферу преподавательства. После того, как я окончу бакалавриат, я пойду в магистратуру и буду преподавателем. Я обожаю детей, я обожаю людей, как я уже сказала. И поэтому хочу передавать знания, полученные мной, своим методам уже другим людям. Эльвира, я благодарю тебя за участие в нашей программе. И, безусловно, я желаю тебе на твоём жизненном пути только успеха, только удачи. Твой путь только начинается. И я верю, что у тебя всё получится. Спасибо тебе. Карачаево-Черкесия определят лучших экспортеров. Подать заявку могут компании малого и среднего бизнеса из числа экспортеров нашей республики. Они принимаются до 15 апреля включительно. Подать документы на участие можно по адресу Черкесск, улица Ленина, 53, центр «Мой бизнес», рассказал руководитель центра поддержки экспорта Карачаева-Черкесии Рамазан Курджиев. Это ежегодное мероприятие. Победителям будут вручены ценные призы и сертификаты. Участие в конкурсе бесплатное. Отбираются победители по результатам экспортных операций за предыдущий годовой период. В рамках конкурса предусмотрены три номинации. Экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса и прорыв года. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятного выходного дня и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова